Итак, данная лекция, я сразу хочу сказать, что я здесь описываю саму игровую механику. По сути дела это теоретическая часть, описывающая то, как сейчас это все работает, как вся эта медицина, как травмы и так далее это работает. Поэтому, кроме этой лекции, вам еще желательно обратиться в МедИнфо и прочитать там методичку, она тоже будет полезна. Итак, в 3.15, как вы знаете, у нас введен медицинский геймплей. Это нулевая итерация, но это не значит, что она создается с нуля. На самом деле, к этому были произведены несколько подготовок. В частности, в версии 3.0 были введены первые статусы персонажа, связанные со здоровьем. Это 7 статусов, описывающих здоровье и хп, по сути дела, каждые из 6 частей тела и общий запас здоровья. Следует понимать, что тело персонажа в игре разделено на 6 частей. Вы, собственно говоря, одевая каждый раз элементы брони, эти части знаете. Голова, торс, левая и правая рука, левая и правая нога. У каждой из них в игре собственный запас здоровья. В версии 3.9 были введены целый букет эффектов, связанных с разным состоянием этих частей тела. А в версии 3.15 была введена уже медицина и дополнительные 7 статусов, которые связаны с медициной. Немножко отступлю. Что такое статус? Это переменная, которая принимает значение в определенном диапазоне. То есть некая переменная, у которой есть кап, у которой и с двух сторон. Например, общий запас здоровья персонажа от 0 до 70. Он соответствует индикатору, который у вас есть от 0 до 100%. Итак, 7 статусов, которые были введены в 3.15. Это уровень веществ в крови, интоксикация, отравление. И дополнительные 6 статусов травмирования частей тела. О них чуть попозже. Просто я хочу вам их презентовать и показать, что они принимают значение. Общий запас здоровья от 0 до 70. Травмирование. Уровень веществ в крови от 0 до 200. А голова это хп 10 единиц. Торс. Та же голова. В общем, в этой табличке вы сами можете увидеть значение, которое они принимают. Стрелками показан тот факт, что здоровье уменьшаемый параметр. Любой входящий урон уменьшает его. А травмирование это повышаемый параметр, который возрастает при входящем уроне. Давайте перейдем к... В общем, состояние этих статусов определяет ряд эффектов, которые может получить персонаж. И эти эффекты уже проявляются и ограничивают вам возможности, проявляются в игре, на индикаторах, на поведении и так далее. Эффекты какие бывают? Кровотечение. Этот эффект это утери здоровья. Фактически у вас на индикаторе мигает капелька крови, общее здоровье начинает падать. И когда оно обнолится, вы потеряете сознание. Потеря создания. Это второй эффект. Это паралич, серый экран и обратный отсчет до смерти. Дальше. Раскачивание оружия. Это эффект, усиливающий дрожание рук персонажа. Если вы пользуетесь оптическим прицелом, вы знаете, что у вас оружие слегка пляшет. Да и в принципе не только оптическим эффектом. Возьмите в руки оружие и увидите, что оно не постоянно прицелено куда-то, а оно слегка раскачивается туда-сюда. Так вот, эффект раскачивания оружия усиливает это. Кроме того, при отдаче оружие трясется. При этот эффект заставляет оружие трястись сильнее. Замедление. Персоныш начинает хромать и теряет скорость. Усиленный расход сил. Индикатор пульса. Это индикатор вашего запаса сил. Чем он выше, тем меньше у вас запас сил, тем на определенные ограничения накладывается. Так вот, состояние усиленного расхода сил ведет к тому, что индикатор, во-первых, не опускается до нижнего значения в 40 ударов в секунду. И начинает быстрее подниматься по мере любых действий. Вот на этой диаграмме можно посмотреть в одном масштабе все эти хп, ну или бары здоровья персонажа от разных частей тел. И то, какое их состояние получается при разном уровне. Какие эффекты возникают. Итак, здесь это общий запас здоровья, те самые 70 единиц. Это здоровье головы, здоровье торца, здоровье левой правой руки, здоровье левой правой ноги. Соответственно, и вы можете посмотреть, темноклассная область. Это область возникновения эффекта кровотечения. Оно соответствует 40% здоровья. Здесь в торсе 60% от полного запаса. Это тоже область кровотечения. При обнулении здоровья головы и торса начинается состояние бессознания. Плюс для повреждения рук и ног тоже возникает при 60% кровотечения и дрожь руками и ногами. А при ног возникает замедление. Общий запас здоровья, он не повреждается при нанесении урона. Но при этом именно кровотечение может его опустить. Кроме того, его опускают такие вещи, как вы попадаете в непригодную для дыхания среду. Вы получаете сильные удары по корпусу, которые превышают определенный уровень. Здесь в правой части показан урон от разного вида вооружения в сравнении с этими шкалами здоровья. Чтобы можно было сопоставить их. Они нарезаны на кусочки, потому что это для разного уровня бронирования персонажа. Соответственно, нижний блочок показывает при полной тяжелой броне. Поэтому, сами видите, вам выгодно носить тяжелую броню, если вы собираетесь вступить в огневой контакт. Так. Значит, дополнительные вещи существуют. Это уровень травмирования. Он определяется параметром травм. Семью новыми параметрами. Уровень травмирования бывает легкий, средний и тяжелый. Для индикатора уровня веществ крови или Blood Drug Level существует легкое отравление, среднее отравление и передозировка. Значит, в таблице здесь показан этот самый... Какое состояние статуса определяет разную степень тяжести. Если уровень травмирования ниже вот этого порога, который здесь указан, то у вас нет никакого травмирования, никаких эффектов не сказывается. Следует понимать, что уровень веществ крови и степень травмирования, оно убывающий параметр. В отличие от здоровья, которое не восполняется само, уровень травмирования и уровень отравления, он сам восстанавливается, опускаясь. 0,6 единицы в минуту для любой шкалы травмирования и 1% в минуту для уровня веществ крови. Вот здесь в таблице можно увидеть время из определенного... Ну, максимальное время нахождения в той или иной... Ну, в том или ином уровне травмирования в минутах. То есть за 2 минуты тяжелая травма сама проходит, переходя в среднюю. Например, для головы средняя травма будет существовать до 50 минут. Потом она превратится в легкую. Сами понимаете, что при этом вы будете испытывать все негативные эффекты, но это не... Ну, это проходящее. То есть, когда вы определяете дозу вещества, которую хотите блокировать, вам следует понимать, что не стоит выставлять на максимальное время. Вам выгодно поставить именно на определенный период. То есть, если у вас травмирована голова, то вам не имеет смысла на полный час колоть себе, например, оранжевое вещество, которое уберет у вас кровавые пятна. Не имеет просто смысла. Сделайте себе инъекцию на 20-30 минут. И если после этого эффект не исчезнет, когда эффект действия лекарства прекратится, сделайте еще. Теперь просто для понимания вот эти вот шамы и шкалы травмирования можно посмотреть вот здесь. А это травмы головы, торса, рук и ног, соответственно. Цветами окрашен уровень травм. Просто для понимания, насколько они пропорциональны. В правой части показаны в соответствии урон, который можно нанести от полного магазина того или иного вида вооружения. В сравнении с этими шкалами. Следует понимать, что пистолетом, ну, грубо говоря, вы получите урон, залечивая себя медпеном, например. Но урон будет накапливаться. И вам следует понимать. Вот пропорционально можете посмотреть и сравнить. Сколько урона вы можете, ну, грубо говоря, нанести кому-то, насколько тяжело его травмируете. Поехали. Значит, эффекты... Эффекты вообще собраны в целую систему симптомов. Их гораздо меньше, чем эффектов. Вообще, самих эффектов под три десятка. Но они группируются в симптомы, которые лечатся тем или иным видом лекарств. Например, кровотечение. Оно лечится химозалом. Кстати, почему я про симптомы говорю? Чуть позже можно будет увидеть, что самодиагностировать симптом, возможно, у вас при вызове меню радиального, вы увидите список собственных симптомов. И ориентируясь на это, вы можете всегда выбрать лекарства, которые вам применить. А, сейчас просто ознакомлю со списком. Кровотечение. Это эффект уменьшает общее здоровье. Оно появляется при падении здоровья любой части тела ниже 60%, а для кровои ниже 40%. Эффект, в общем-то, очень опасен и смертелен. Он быстро может свести вас в серую, так сказать, состояние комы, отключить. Лечится химозалом любым количеством. И это инъекция Мэтпена красненького. Вот оно его лечит. Нет дееспособности. Это серое как раз состояние серой комы, когда вы не можете ничего делать. Лечится химозалом, опять же, в любом виде. С насадки медицинской или с мединъектора. Но можно уколоть друга, попавшего в такое состояние. Например, для того, чтобы уколоть инъектором, надо нажать на правую кнопку мыши, держа инъектор в руках, и укол будет сделан лежачему пациенту. Понятно. Потеря здоровья. Этот эффект, он как связан, как с уроном, который вы получили, так и с наличием травм. Химозалом лечится только тот эффект, который вызван травмами. Ой, который вызван полученным уроном. То есть, если вы видите, что у вас индикатор не полностью, он заполнен не на все 100%, но при этом у вас в списке есть хоть какая-то травма в радиальном меню, бессмысленно применять Мэтпен. Это не повысит ваше здоровье. Просто потому, что оно спросило из-за наличия травмы. Это следует понимать. Сотрясение. Эффект вызывается травмами головы. Проявляется в приглушении в звуках, появлении фонового звона, цветовой аберрации. Вот как, например, на этой картинке. Но это очень сильное состояние. Ослаблением устойчивости. То есть, любые ускорения на вас будут действовать гораздо сильнее. Любые посторонние толчки. Будто это ветер, тяга от дюз, ускорение на корабле, находясь в кресле или, например, стоя. Все это будет гораздо сильнее толкать вас в любую сторону. Лечится димексатроном, трином. Это фиолетовый инъектор. Мышечное утовление. Вызывается ранениями и травмами рук. Выражается в усилении и дрожании оружием при стрельбе и прицеливании. Тоже димексатрином лечится. Кстати, хочу указать, что можно сделать себе профилактическую инъекцию. Например, вы хотите гарантированно вступить в бой и не получить это самое мышечное утовление. Чтобы у вас не было проблем с прицеливанием и точностью стрельбы. Вы можете сделать себе инъекцию. Об этом чуть попозже. Но вы можете сделать себе инъекцию заранее. Часть веществ действует определенное время. Нарушение подвижности. Вызывает любой смертельной травмой и серьезной травмой ног. Проявляется в хромоте, скованности движений, скособоченности персонажа. И невозможностью прицелиться, потому что оружие он держит в сторону всегда. Лечится зеленым роксофеном. Частичный паралич. Вызывается смертельной травмой рук и ног. Приводит к ограничению перемещения предметов и движению. То есть, если у вас травмированы ноги, вы не можете бежать, только ползти. Не ходить, не бежать, не прыгать не сможете. Если у вас травмированы руки до смертельного состояния, до тяжелого состояния, то вы, соответственно, на эти две минуты, пока существует этот эффект, не сможете поднимать предметы, не сможете держать оружие, подтягиваться и так далее. Даже бросать. Мышечная слабость. Вызывается травмами рук и ног. Выражается в уменьшении перемещаемого веса хромотой. Стеродженом лечится. Оранжевым стеродженом лечится. Воспаление сетчатки. Ну, пример, вот здесь на картинке. Это кровавые пятна на фоне видимого изображения. Причем, по мере того, как травма усиливается, кровавых пятен будет все больше и больше. Они вам будут мешать глядеть. Значит, вызывается травмами головы. Лечится стеродженом. Повреждение дыхания. Персонаж начинает хрипеть, кашлять. У него сильно ограничен запас сил. Он начинает двигаться. Ну, грубо говоря, у него есть проблемы с бегом и быстрым перемещением вообще. Это повреждение дыхательных путей. Тоже стеродженом лечится. Отравление. Персонаж начинает плавать, плясать, делать неожиданные и неконтролируемые движения. Лечится рецеджерой. Это синенький инъектор. Сразу... Так, теперь перейдем к индикаторам, о которых я говорил. Собственно говоря, наиболее полную самодиагностику вы можете получить, если перейдете в режим радиального меню, как я сказал. Он по умолчанию, если я не ошибаюсь, это контролл-ф. У меня настроено по-другому. Там вы можете получить информацию о своем состоянии максимально полно. Собственно говоря, информационных блоков в этом состоянии два. В верхнем левом углу там будет написан список травм желтеньким сверху. То есть, насколько травмированы разные части тела. Цифрками указано единичка, максимальный уровень, самые тяжелые травмы, двойка, средний уровень, тройка, легкие травмы. Кроме того, эта цифра указывает на то, какую кровать вам нужно использовать для того, чтобы это полностью вылечить. То есть, тир-1, тир-2 или тир-3. Об этом чуть позже, но просто имейте в виду. Дальше. Список симптомов в синеньком. Идет список симптомов. В данном случае написано респираторный дымэйч. Это, если обратиться в предыдущем, слайды я выложу в виде PDF. Вы всегда можете почитать. Вот. Респираторные повреждения, это повреждение дыхательных путей, снижает ваш запас стамин. А, соответственно, если вы, грубо говоря, знаете это, пользуйтесь стиродженом и снимайте этот симптом. Вот. Дальше. Список лекарственных веществ и действующих, время их действия. Здесь приведен стироджен и резугера. Вот. И показано, что стироджен будет действовать еще около двух минут, а резугера еще сорок одна минута. Понятно, да? Дальше. Внизу. Две пилюли. Это уровень веществ в крови. Индикатор находится в диапазоне от нуля до ста. Это и соответствует как раз уровню веществ в крови от нуля до ста. Если вернемся, больше ста это уровень передозировки. Понятно, да? Причем уровень передозировки снижает ваше основное здоровье. И если вы получили уровень передозировки выше 155, то это означает, что вам обязательно надо применять себе резугеру, резуджеру, для того, чтобы провести ускоренную детоксикацию. Иначе вы просто от этого уровня загнетесь. У вас, прежде чем уровень веществ в крови упадет ниже 100%, вы успеете получить больше 70 единиц урона. Понятно. И просто упадете, так сказать. Поэтому вам надо либо детоксикацию провести, либо вколоть себе вещество, которое его ускоряет. Дальше. Тип травм. Индикатор тела вам знакомый. Он будет показывать, во-первых, части тела, которые у вас травмированы. А циферка укажет, рядом расположенная, укажет на то, насколько сильно они травмированы. Кроме того, покрашенные красным элементы будут показывать, что у вас нанесена травма той или иной конечности. И последний – это круговой индикатор с медицинским крестиком и процентом. Это индикатор минимального здоровья. Он говорит вам, насколько сильно у вас просажена самая маленькая на данный момент шкала здоровья. В каком состоянии находится самый маленький индикатор здоровья. То есть, если у вас, например, на 80% ранена рука и на 60% торс, то он будет показывать вам 60%. Теперь по поводу лекарств. Существует и в 3.15 введены 5 медицинских препаратов. Точнее, введено дополнительных 4. Или один существовал всегда. Они бывают в разных формах. Просто следует понимать, для чего эти препараты. Они покрашены в соответствующие цвета при продаже, особенно медицинские инъекторы. Значит, фиолетовый. Димексатрин. Синтетический адреналин. Гарлон-мон, усиливающий кровоток. Давление периферийной части кровеносной системы. Препарат токсичен. Он вызывает сильное отравление. Но полезен при травмах головы и рук. Хемозал. Это коагалянтый кровоизуменитель. Закрывает раны, вызывает местную анестезию. По сути дела, является этакой панацей, которая лечит внешние травмы. Сразу скажу. Она останавливает кровотечение и восстанавливает здоровье. Но не обнуляет шкалу травмирования. То бишь, шкала травмирования будет медленно и неаккуративо повышаться по мере получения урона. Несмотря на то, что вы себя лечите хемозалом и восстанавливаете ХП частей тела. Роксофен. Искусственный опиоид. Значит, он токсичен, но быстро разрушается в организме. Действует, повышая болевой порог. Но вызывает опьянение. То есть он является токсичной штукой. Помогает при нарушении подвижности, частичном параличе. То есть вот в таких эффектах. По сути дела, он полезен при очень сильных травмах. Если вы ожидаете, что противник вам нанесет большие травмы, сделайте инъекцию заранее. Иначе у вас будет куча проблем, связанных с тем, что вы просто либо упадете и превратитесь в сидячую мишень, либо вы потеряете оружие раньше времени и так далее. Стероджен. Кортикостероид стимулирует обмен веществ, позволяет преодолеть проблемы с функциональностью тех или иных частей тела, на что он их разгоняет. Тоже токсичен. Применяется в примышленных травмах, травмах дыхания и воспаления глаз. Реседжера. Детоксикант. Ускоряет распад побочных веществ в организме в два раза. То есть фактически, как я уже говорил, обычно шкала уровня веществ в крови у нас падает со скоростью 1% в минуте. На то время, пока будет действовать реседжера, скорость будет 2% в минуту. Понятно, да? Вот и прикидывайте, если у вас есть, например, грубо говоря, передозировка на уровне 80%, и вы говорите, что вам довольно будет легкой, то с помощью медпистолета вам достаточно обеспечить себе 3 минуты действия, чтобы через 3 минуты получить только легкое отравление, а не тяжелое. Понятно, да? Это следует понимать. Так, поехали дальше. Здесь условно показано, при каких травмах, цветом показанный уровень травм, и показаны препараты, которые надо колоть при разном уровне травмирования. Фактически, как вы видите, если у вас травмированы руки, на любом уровне травмирования, колем фиолетовый, если травмирован торс и ноги, колем оранжевый, если травмирована голова, оранжевый и фиолетовый в комплексе, если у вас тяжелые травмы, зеленый, потеря здоровья ничем не лечится, сразу скажу. У вас каждый вид травм будет вызывать проседание здоровья. Если вы очень тяжело травмированы, общий уровень здоровья у вас просядет аж до 40%. То есть, вы фактически, любое кровотечение, вас больше, чем в два раза быстрее прикончили. Понятно, да? Просто простая диаграмма. Тяжелые травмы зеленый, а корпус и ноги оранжевый, руки фиолетовый, голова оранжевый и фиолетовый в комплексе. Так, поехали. Лекарства существуют в трех видах. Во-первых, медицинский инъектор. Простая, в общем-то, штука, которая позволяет сразу определенную фиксированную дозу вещества добавить себе и получить на фиксированное время действия. Дальше. Второе. Медицинский гель. Расходник для медицинских пистолетов и насадки мультитула. Во-первых, в сравнении с медпеном, медицинский пистолет и медицинская насадка позволяют регулировать дозу. Во-вторых, там запас гораздо больше, чем в самом медпене. То есть, повесить себе на пояс такой вот расходник для медицинского пистолета означает получить запас, например, в того же химозала, для 8, заменить 8 медпенов. Понятно, да? И один у вас будет сразу в медицинском пистолете. Это просто более выгодно. Хотя сам пистолет в рюкзаке занимает гораздо больший объем, чем в те же 8 медпенов. Так. Чуть-чуть объясню эффекты от разных лекарств и почему выгодно использовать медицинский пистолет. Итак. Медпен, кроме химозала, все остальные медпены, это 15 единиц лекарства и 15 минут действия. Каждый медпен дает 15 минут действия. Химозал здесь мгновенно восстанавливает 36 хп. Если вы обратитесь потом и посмотрите шкалу, то увидите, что он, например, требуется, чтобы полностью восстановить шкалу этого внутреннего здоровья, это 2 медпена. Фактически выключить это 3. Так что с медицинским пистолетом выгоднее вылечить. Здесь показан уровень токсичности, который добавляет медицинский инъектор в кровь. За одну инъекцию. 18 процентов. 19 почти процентов. То есть сами смотрите. И 7,5 для медпена. Теперь для медицинского пистолета, потому что медицинская насадка дает возможность инъекции только химозала. Есть понятие предельной дозы. Вы не сможете ввести с одного пистолета больше 60 единиц того или иного лекарства. А химозала больше 56 единиц за раз. То есть восстановить 70 хп. За одно действие. Для лекарства это абсолютный кап. Для химозала вы можете повторить после небольшого перерыва. Сразу скажу, что пистолет более эффективен. Он уменьшает токсичность в сравнении с той же дозой с медпена на 5%. То есть фактически, вводя тот же адренопен или димексатрин с пистолета, вы получаете не ту же дозу, где же 15 единиц на 15 минут. Вы не 18%, а всего лишь 16% с копейками поднимаете уровень отравления. Это выгодно. Так. Последний способ введения препаратов. Кроме того, вы можете более дозированно по времени выставить то или иное вещество. Как я уже говорил, необязательно, так сказать, вводить вещество на максимальное, на час действия. Вам иногда достаточно, понимая от уровня травмы, достаточно ввести вещество на 15-20 минут, или даже на 10 или на 5, чтобы, например, добраться до корабля или довести до больницы. Последний вид, последний способ хранения препаратов это емкости медицинских кроватей. Сейчас это бесконечный источник препарата, но он присутствует в игре. В игре заранее заложена возможность, что эти емкости потом придется менять. Так. Итак. Последние. Медицинские кровати делятся на три технических уровня по их техническим возможностям. Все медицинские кровати обеспечивают следующий набор вещей, услуг. Автоматическая дистоксикация. Это означает, что если у вас какие-то действующие вещества в крови, то есть вы делали себе инъекции МИДП, на вас наканчивались МИДПистолеты, как только вы ложитесь в кровать, у вас автоматически все вещества от персонажа убираются. Сразу предупреждаю, у этого есть негативный эффект. Например, у вас повреждена голова. Сильно повреждена. Ваше поле зрения заполнено красным. Вы сделали себе инъекции стироджена оранжевого. У вас это исчезло. Но когда вы ложитесь в кровать, оно снова проявляется. И вы сможете хуже видеть в тот же меню. Так. Автоматическая реанимация. Это, во-первых, это восстановление здоровья пациентов. То есть это ХП пациентов автоматически восстанавливается. Во-вторых, он приходит в сознание. Как только вы легли в кровать, вы получили эту услугу с любой койки. Даже с Катлас РН. Хирургические операции. Это излечение травмы. Оно проходит через меню. Позволяет снять уровень травмирования с любой части тела. Но это происходит вручную. Кроме того, уровень койки определяет, какие травмы вы можете снять. Но автоматически обнуляет уровень травм в тех частях тела, где оно меньше у минимального уровня травмирования. То есть, например, у вас шкала травмирования головы меньше 100%. У вас нет даже легкой травмы. Хемозал или Медпен не снимут этот уровень. Но как только вы ляжете в койку, оно обнулится. Понятно, да? Сразу и до предела. Но, если уровень больше минимального, у вас есть легкая травма, обнуление не произойдет, и вам надо проходить в меню койки и настраивать хирургическую операцию, для того, чтобы освещать эту проблему. Введение препаратов. Койка позволяет ввести вам медицинские препараты. В определенных концентрациях койка даже три тира три, как в Катлас РЭД, позволяет их ввести еще более эффективно, чем медпистолет. И если вы собираетесь сделать профилактическое, так сказать, введение препаратов, например, и вы прилетели на караке, посетите медотсек, сделайте себе заранее ингенцию перед боем. это будет эффективнее, и вы получите меньшее отравление. Скоренирование и регенерация тела, то есть это установка точки возрождения. Это могут койки первого, второго уровня. Вот здесь таблички, коротко приведены возможности койк разного уровня. Токсичность введения препаратов для ТИР-3 снижена на 12%, а на ТИР-2 и 1 на 20%. Кроме всего прочего, регенерация, то есть воскрешение и точка возрождения на ТИР-3 не устанавливается. На первый, второй восстанавливается. Травмы, хирургия травм. На ТИР-3 вы можете выучить только легкие повреждения. На ТИР-2 серьезные, ну, это средний уровень травмирования, и ТИР-1 смертельный. Но, поскольку смертельные проходят сами за 2 минуты, то есть это тяжелое травмирование, за 2 минуты, то, соответственно, ТИР-1 и ТИР-2 являются травмами одинакового уровня. Понятно. Здесь можно в табличке посмотреть дозирование препаратов. Самое главное это уровень токсичности, который, грубо говоря, это означает, что, давайте вернемся, можно получить максимум 71,3% при полной дозе в 60 единиц. Здесь живые 66, отравление получите и 60. Соответственно, время для любого уровня одинаково. По поводу коек, хочу сразу уточнить. Итак, у нас есть койки в стационарах, есть койки на кораблях. У Катласа Ред это койка ТИР-3, у Карака и 890-го это койка ТИР-2. На всех станциях находятся койки тоже второго уровня, а в двух госпиталях на Нью-Бебидже и Арайзене это койки первого уровня. Собственно говоря, все. КОНЕЦ